У меня случай сюда сегодня занёс по делам. У меня здесь снимает комнату знакомая одна. Я её проводил, заодно первый раз очутился в этом знаменитом городке Ивату. Идём задом наперёд, то есть от конца ко входу. На входе там, как известно, КПП, бывший военный. А я это уже прошёл практически весь городок. Не знаю, как он, военный называется, не военный. Ну, все, наверное, иркутяне-то знают его историю, его трагедию, по сути дела. Это в советское время был городок военного училища. Здесь жили преподаватели, сотрудники. В общем, все, кто имеет отношение к военной авиации. Здесь рядом завод, здесь рядом аэропорт. В общем, всё было посвящено таких городков. Наверняка было много военной техники. И чем он славился, насколько я знаю, я бы здесь раньше никогда не был, потому что для того, чтобы сюда попасть, нужно было пройти этот самый КПП, через который они всех пропускали, естественно. Сейчас наше училище, это военное, сначала это было училище, высшее училище, то есть это был институт, где готовили авиаинженеров, насколько я понимаю. Я невеликий знаток всех этих дел, поэтому, если кому сильно надо, уточните это. Но так или иначе, когда враги развалили нашу страну, государство, начали разваливать нашу армию под видом какой-то то ли модернизации, то ли ещё чего, ну, было уничтожено огромное количество военной индустрии. Я не судья. Нужна она была, не нужна. Много её было, немного. Но результат-то один. Огромная-огромная инфраструктура была практически уничтожена. Вот эти дома, видите, сзади меня. Я сейчас шёл, приглядывался. Вот этот дом, судя по всему, нежилой. Примерно та же самая история с красными казармами. Там великолепные дома. Посмотрите, дом-то сам по себе традиционно очень интересный, очень хороший. Что там сейчас, я не знаю. Ну, те, кто сейчас обитают в этом военном городке, бывшем военном городке, наверное, знают, конечно, и расскажут всё. Но я слышал, что под Томском был вообще целый город подобный, да? Я не думаю, что выдаю великий секрет, есть ли он сейчас, этот город. Ну, я думаю, что все, кому надо, все шпионы всё это знают. А я рассказываю то, что известно в народе. Город этот, по-моему, назывался Томск-17, а в народе его называли Атомск. Вот. И как мне рассказывал один знакомый, который там работал, архитектором после института, это был целый-целый город, достаточно большой. Он говорит, я не могу тебе рассказать, сколько там народу живёт, военная тайна. Но представь, что там 5 или 6 автобусных маршрутов. Ну, вот, такой город. Причём абсолютно с коммунистическим бытом, укладом, соскульбытом, так сказать. Никаких проблем с детскими садами, там, с квартирами, с транспортом. Очень дешёвые цены, товары и так далее. Он был счастлив тем, что там жил, с одним большим недостатком. Ни приехать к нему, ни уехать к нему самому было оттуда невозможно. Ну, это всё было связано с особыми, с особыми разрешениями. Поэтому он хвастался своей великолепной рыбалкой, хвастался там, значит, великолепной жизнью, но показать мне это не мог. Не знаю, насколько счастливы люди, живущие в такой вот золотой клетке. Не знаю. Ну, вот примерно таким же, по-моему, местом был вот этот военный городок. Здесь, говорят, в советские времена было абсолютное спокойствие, не было никаких хулиганств, не было беспорядка как такового, был идеальный военный порядок. Ну, что там говорить. Вот этот дом. Что сейчас здесь, я не знаю. Вот эти дома. Вот тут, который дальше, судя по виду, он вообще-то почти нежилой, или как-то очень слабо эксплуатированный. Что здесь, я не знаю. Ну, судя по всему, он нежилой. Здесь находятся, наверное, какие-то... Не знаю что. Ну, не будем выяснять. Меня-то интересует внешняя сторона. Вот посмотрите, какие дома интересные, да? Кто сейчас здесь живет, уже неизвестно. Нет, ну, понятно. Здесь живут наследники военных. Наследники... Ага, вот наследники, вижу. Ага. Вот они, наши наследники. Вот. Военных инженеров, преподавателей этого Ивааваату. Ну, вот, профессорско-преподавательский состав, рабочие этого завода, так называемый завод гражданской авиации, по-моему, так он назывался. Опять же, не буду ничего утверждать. А вот, кстати, вон там в небе высоко летит военный самолет. Да, видим? Кстати, вижу еще один самолет. Сейчас мы к нему подойдем. Там на входе стоит самолет. И вот еще один. Вот она. Славная, наверное, все-таки веха в истории. Ну, а по пути вон к тем я вижу на закате интересные какие-то полуразваленные. Сейчас мы туда придем. А на пути я вижу вот она украшение это вот типичное архитектурно-декоративное украшение в городе Иркутске. Против которого я очень долго боролся. Ну, как бы эстетически боролся. Я считаю, что декоративно-прикладным искусством, монументально-декоративным искусством городской среды должны заниматься профессионалы, а не вот такая вот ерунда, детская неожиданность. Но буквально вчера я слушал специалиста по наркотикам Ройзмана и получил такую вескую поддержку своего мнения, что вообще вот это вот вся граффити, так называемый, которой умиляется наша интеллигенция, говоря, ну, деточки же должны как-то развлекаться, ну, деточки же украшают нам наш город унылый. Да вы знаете, по мне вот лучше чистая стена, чистая в городской среде, чем загаженная вот таким вот образом, загаженная и исписанная, ну, что там говорить, что пишут на заборах, да? Но дело вот в чем. Так вот, Ройзман вдруг неожиданно сказал, что вот это все граффити на сегодняшний день является не что иное, как зашифрованным посланием по всем этим нарко-закладкам. И вот то, что он говорит, сейчас это распространение такое получило, это не что иное, как послание тем, кто знает, что, где надо искать. То, что он рассказывал, это было, конечно, очень страшно. О том распространении, которое приобретает сегодня нарко-торговля, помолодев аж, там, я не знаю, до 10-11 лет, летнего возраста и перейдя уже на новый этап, на новый уровень, перейдя полностью в интернет, и вот все вот эти квесты, поиски, все эти игры, которые закладываются в этот самый, в компьютер и предлагается там детишкам бегать по городу и что-то искать, это не что иное, как, по словам Ройзмана, трудно ему не верить, он, как говорится, собаку съел, вот это не что иное, как вот это вот скрытая форма наркотрафика, вот так вот, поэтому те, кто знает вот эти расшифровки, которые здесь написаны, а вы видели, да, Иркутск, весь исписан вот этими вот надписями, те знают, где что, здесь можно найти, как передать деньги, как получить закладку или как это у них называется, это кстати, просто вот я хожу по городу, вижу такие вещи, что вижу, то и говорю, как чукча, вот, а мы пришли вот к этому странному зданию, это вот та разруха, о которой я говорил, посмотрите, какие шикарные строения, какие шикарные строения, которым бы стоять еще и стоять, главное, они красивы, главное, они в лучших традициях сделаны, и вот нам результат хозяйства, хозяйствования нашей, как назвать-то, врагов, наверное, целый город, людям негде жить, вот здесь маленькая комнатушка, 12-метровая, вот в этих домиках снимать, если стоит, 9 тысяч рублей, если кто собирается снимать, я даже на себя так прикинул, думаю, когда нас наконец, нам сейчас подняли уже плату за мастерскую до 5 с лишним, до 6 тысяч, вот, хотя это все называется бесплатно, ну, что делать, понятно, поднимают, поднимают, когда поднимут до рыночной цены, плату художникам за мастерские, то, ну что, мне будет без разницы уже где снимать, и тогда я, видимо, буду искать более теплые места, нежели жить в Иркутске, вот среди вот этой разрухи, мне какая разница, где будет платить эти 8-9 тысяч, потому что я прикинул уже на себя, ну вот я, например, буду на старость лет где-то здесь снимать комнатушку, когда, наконец, те, кто нас пугает все время всякими там по поводу мастерских, которые нам в свое время дало советское государство, пожизненное пользование за наши творческие заслуги. Сегодня мы вынуждены каждые 5 лет продлять аренду под знаком того, что если что не так, то аренду мы вам не продлим. Поэтому все художники живут, ну не живут, работают, живут, существуют, все художники официальные, вот члены Союза художников живут под этим знаком 5-летнего одолжения. От кого? От муниципалитета, наверное, я не знаю. Ну, спасибо, нет, я искренне говорю, спасибо, что даете нам возможность, вот говорят, сейчас еще на 5 лет продлили, поэтому я говорю, что ну вот 5 лет я могу пожить, а что будет через 5, когда я уже буду совсем старым, то есть вполне риск оказаться на улице. Ну, либо снимать вот где-то здесь за 9-10 тысяч комнату при пенсии в 11. Привет Медведеву, нашему премьеру, вот, ну вот еще та самая, ну и вот, вот где мы сейчас случайно оказались. Красиво, да? Так вот, я начал с того, что снимать здесь комнату вот в том доме 9 тысяч и пустующее огромное количество разрушенных помещений, вот таких вот. Это уровень хозяйствования наших, я уже называю не властей, это уровень хозяйства нашего безвластия. Главное, поименно вроде бы и назвать некого, а все вместе мы имеем вот такую картину. Огромное количество, там вот еще таких домов, там, наверное, около 10 вот таких вот огромных зданий, великолепных, кирпичных, которым сегодня, я так понимаю, администрация, городское наше, безвластие, не могут никак найти обоснование какое-то юридическое, я так понимаю, не могут найти хозяина, не знают, как, скорее всего, кстати говоря, я догадываюсь, что, скорее всего, там, они никак не могут их поделить, там, вот эти хозяева земли нашей, которые, собственно, являются сейчас, у нас же вся земля, насколько я понимаю, закуплена и принадлежит чуть ли не частникам, да, вот я, наверное, сейчас хожу по частной земле по чьей-то, и между собой вот эти вот господа, наши господа, причем в полном смысле слова господа, они, видимо, не знают пока, как поделить вот это все, всю эту роскошь, а пока они делятся, там, друг друга убивают, стреляют, выживают и всякими, всякими способами, там, казуистикой друг над другом изгаляются, это все пропадает, ну, натурально пропадает, потому что дом, который не живет, он умирает. а это как-то, это новый пристрой к старому зданию ну по форме может быть и не вызывает особых возражений хотя обратите внимание вот смотрите поговорим об архитектурной композиции обратите внимание на фронтон старый вот этот вот его угол да и вот этот новый гораздо более острый вот тот традиционный вот он здесь такой же эти фронтоны или скосы крыш кровли они просчитывались в соответствии со многими ну тактик техническими показателями в частности экономия и слив воды в каждом регионе разное количество осадков если делать острый вот такой вот скос кровли то это лишний расход материалов но от потоки воды стекает лучше и острые кровли я уже рассказывал да вот такие вот острым углом они характерны для прибалтики или вообще для тех стран где для тех мест для тех регионов где дождливая погода проще говоря тогда есть смысл тратить материалы на высокие чердаки то есть чердак то выше получается таким образом речь идет о экономии а рациональности архитектуры и красота это рациональность вот эти дома они были рассчитаны по тем правилам да вот видите и вот этот скос вот этой кровли этого что видно на не вот этот угол да он обусловлен экономностью рациональностью и вот это есть красота обратите внимание даже советская архитектура вот там вот дом скос точно такой же а все потому что советская архитектура но вот это пораньше она тоже советская а вот то попозже но тем не менее скос это одинаковые видите это говорит о том что эти здания построены по одним расчетом по одним правилам то есть я их понимаю я понимаю почему выбран такой вот скос да и я понимаю что это делали профессионалы которые понимали что такое красота польза прочность красота так записано в правилах архитектуры польза прочность рациональность разумность природе то же самое но приходит дизайнер которому вот эти расчеты как-то все это лампочки а ему нравится вот такие но он готики там насмотрелся может быть он молодой там люди любит любит фильмы про шпионов которые снимаются у нас в риге да или в германии может быть хотя в германии там не знаю но в общем да прибалтийские страны от отмеченные более острыми кровлями и он себе позволяет вот сделать совсем другой угол ну что происходит а происходит то что называется разностилье безвкусица вот смотрите три разных этих фронтона этот один посередине старый слева и справа современные вот у этого острый угол это прибалтийский скос в иркутск это принес современный какой-то как архитектор которому пофиг вообще вот это то о чем я сейчас рассказывал потом вот тот традиционный просчитанный и понятный иркутский а дальше он видите он он более острый он не то не все короче говоря три разных угла обоснованным мы можем считать только средний да а эти два справы ну вот тут мне попался товарищ я не знаю слышали вы не слышали мат служит сплошной в ркутске мат сплошной прошел мимо ну что мне запикивать что ли ладно так вот ходишь ну так вот о чем речь то что такое стиль да как просто это не моя прихоть когда я говорю стиль там не стильно безвкусица все обоснованно все совершенно ясно и понятно почему скажите это ведь я доказательно объяснил что вот эти три фронтона соединенные в одной композиции это вне стиля это безграмотно да это прихоть это прихоть неграмотного архитектора ну или там я знаю скорее всего дизайнера может быть вообще не знаю а чаще а еще знаете что могло быть сейчас же распространены чертежи ну просто хозяину там или кому кто а застройщику он листал журналы да и в журналах он в каких-то иностранных нашел вот этот вот пристройку и чтобы не заставлять никого особенно специально проектировать до для данной местности они взяли ее присобачили к старому зданию вот такие вот проблемы никто этого не видит никто этого не знает я так думаю этого не знает даже тот кто это все строил вот то что я сейчас говорю я вообще не знаю а много ли осталось людей в городе в иркутске среди архитекторов которые понимают эти нюансы так как я их понимаю я так понимаю что поскольку людям уже до лампочки вообще вот эти все детали они смотрят и говорят как красиво да они ходят по 130 кварталу вот смотрят а весь 130 квартал вот он вот в таких казусах вот он в таких казусах военная присяга я торжественно присягаю на верность своей родине российской федерации клянусь свято соблюдать ее конституции законы строго выполнять требования воинских уставов приказы командиров клянусь достойно выполнять воинский долг независимости конституционный строй россии народ и отечества и все бы хорошо если бы все это не было столь выцветше поблекше и расплывчато что такая такая советская родина российская федерация если такая у вас родина российская федерация сомневаюсь а кто выполняет сегодня свято конституционный долг и гарантирует там конституцию собачка а ты чё живешь в этой будочки ой ты моя хорошая это у не будка такая и вот у нее корм ты здесь живешь да но не гавкай на меня какой у тебя домик хороший а тебе там тепло собака но ниже не рычи не рычи я не собираюсь тебя обижать я уйду сейчас я уйду я просто хотел на твой домик посмотреть вот такой домик собачки тут построили добрые люди да тут она не одна их ног наверное живет в этом домике двухкомнатная квартира до вас там двухкомнатная квартира ладно будь здоров на меня не гавкайте не обижайтесь да ты еще и хромая а вот поесть мне вам нечего надо кстати говоря но нету мне нету у меня ничего тебе поесть но нету но нету но извини все время хочу чем моя хорошая ну было бы у меня чего-нибудь в кармане ну вот все время зарекаясь и забываю это мой совет всем кто ходит по городу носите с собой какой-нибудь корм собакам кошкам не знаю они ведь дружелюбные и потом мы ведь приходим на их территорию им это не очень нравится поэтому я думаю было бы не зря сейчас чем-нибудь угостить местных собачек вот они красные казармы целый город разрушенный маленький город у которого нет хозяина попасть туда я не знаю наверное можно нет навряд ли здесь абсолютное запустение мне надо будет видимо как-нибудь сюда специально прийти попытаться походить поэтому о господи я когда смотрю на подобные места а таких в общем то достаточно много то я вспоминаю игру stalker да по моему так называлась игрушка компьютерная где все действие происходит там вот в припяти в этом мертвом городе разрушенном это примерно то же самое можно видеть здесь мертвый город мертвый город вот там а тут живой город а тут люди ходят живот ну любители компьютерных игр узнаете где вам снимают все ваши шутеры там как это называется стрелялки бегалки знакомая картинка здесь даже как-то тревожно потому как следы какие-то людей видимо собаки бегают здесь какие-то не очень приветливые ну а антураж о такой хороший антураж снимать здесь боевики стрелялки и фильмы ну сейчас уже смеркается а мне пора уходить надо будет вернуться сюда вот она былая слава военной науки российской федерации и тех людей которые клялись и принимали присягу все это хранить приумножать и защищать может быть я что-то не так понимаю скорее всего я что вижу то и рассказываю что знаю ты то и то и то и говорю если мои знания ошибочные ну что ж это ошибочные знания одного из граждан этой страны если таких как я много значит все мы сильно ошибаемся но если я ошибаюсь один и все вокруг прекрасно великолепно хорошо в общем то ну я буду так рад ошибаться короче говоря в чем моя ошибка ошибка моя в том что трудно видеть разрушенную роскошь и богатство кстати говоря я еще подниму тему о том что как я слышал там начале разверточной фабрики сейчас будут демонтировать трубу огромную я писал уже об этом в интернете по поводу возможности ее применения это вот все в одном ряду это все в одном ряду уничтожения городского хозяйства я как может быть жадный человек как может быть рачительный может быть как человек ну какого-то еще советско деревенского склада мышления которого учили и приучивали да я архитектор в конце концов я уже говорил что принцип архитектуры это разумность экономичность да это принцип вообще любого нормального человека не правда ли разумность экономичность рациональность и вот посмотрите какая красота разрушена какая красота разрушена строили вот такой вот это же обратная сторона это задний фасад вот этот такой страшный совершенно недоделанный это торговый комплекс какой-то многоэтажный очередной молл там да мы посмотрим сейчас на него с главного фасада вот вот они застраивают нам город вот этими вот торгашескими офисами сзади он выглядит так ну а мы движемся к выходу это вот тот самый кпп через который проходили раньше под серьезным присмотром а точнее даже лишние людей не проходили но сегодня я смотрю здесь проходят все и собственно кпп осталось названием чисто номинальным тем не менее через эти маленькие ворота я смотрю проходят наверное практически все жители этого ну микрорайончик а еще один самолет который виден с улицы когда мы едем в аэропорт а его существование знают все кто в иркутске проезжает по улице так называемой советской остановка это называется как вы видите городок его ту это аббревиатура она меняется то там и появляется то 2b а вот этот самолетик который виден с главной дороги зато мы сегодня как вы видели нашли и другой самолет который внутри который я вообще и не знал о существовании которого ну что пора выходить вот оно полное название иркутское высшее военное авиационное инженерное училище военный институт вот такое путешествие по городу я тут еще в нескольких местах присел порисовал домой приду отсканирую покажу но в основном это фото видео мой репортаж потому что домой через кпп а нет вот надо еще информацию посмотреть вот какая красота но вот информация кому надо почитайте и частное объявление вот видите то т.о.с. городок и вату все-таки есть военная так сказать жилка даже в этих объявлениях ну что уходим кстати говоря вот тут такая приветственная табличка очень интересно мы вместе мэр иркутска дмитрий бердников ну что ладно на выходе из городка и вату вот это кпш предъявите пропуск написано видите а тут я без пропуска сегодня ходил по секретной иркутской территории вот и снова мы вышли в город собаки переходят по сигналу светофора вот какие они у нас умные вот я обещал показать главный фасад красиво да красиво вот такое промышленное сооружение огромадное абсолютно безликое уродливое и бездарное разве это можно назвать архитектурой скажите пожалуйста и все это вот сделано рядом вот с этим а это сгоревшие остатки одного из корпусов этого военного института ой как забавно ну правильно первое что нужно построить рядом с сожженным военным институтом уничтоженным конечно надо построить православную церковь и все станет на свои места правильно и побеждать начнем и ракеты начнут летать и вот главное застроить город вот такой вот о господи как бы это выразиться то прилично вот что построено вот что уничтожено ну ладно я уже наверное надоел я уже наверное надоел со своими очередными такими странными прогулками тем не менее я думаю я сегодня все-таки кое-что полезное рассказал для себя я кое-что нарисовал что вижу то и говорю а вижу вот это наши китайские гости что они тут хорошего находит ну ладно вы как говорят все это временно-временно-временно но это временность уже наверное полдесятка лет бесхозные вещи все ругать да и собственно не ругал я просто рассказывал а вот тут я увидел ту вещь которую я могу почти что похвалить вот этот дом я не видел когда построили он достаточно изысканно отделан фасад ну конечно это все материалы современные понятно ну а кто против современных материалов но вот их сочетание обратите внимание цвет пропорции вот это членение витражей вот этих лоджий видите сочетание вот этого черного серого оранжевого очень даже а он причем с таким с холодным оттенком но это очень здорово это такое очень симпатичное здание не вызывающие отторжения и самое главное что мне в нем нравится вот то что я всегда хотел бы видеть видите первые этажи первый второй этаж помните я всегда говорил что они должны быть немножко отчеловечен и вот здесь есть такая попытка видите мелкое членение мелкое членение первого второго этажа все таки хоть как-то приближает этот дом высотный к человеку и все вместе выглядит совсем даже неплохо неплохо ну что можно сказать день заканчивается хорошо нет конечно я бы еще здесь на первом этаже еще бы разнообразил пластику пластику детали декор я бы еще больше приблизил это к человеческой к человеческой жесту так скажем да здесь все таки еще много механичности вот эти вот шахматные какие-то пилястры колонны не колонны черные колонны все таки витражи глухие все это можно разнообразить сделать действительно цветные витражи уменьшить разбивку всего этого какой какие-то арки какие-то округлости там сделать поскольку человек живет вот в таких вот жестах да и тем не менее и я просто за попытку ставлю четверку преподаватель за этот дом вот этот комплекс с угла ну однообразие конечно уже вот если смотреть на фасад только когда мы видели только фасад то это вызывало в общем то такие положительные эмоции а вот когда я вижу что этот фасад растянут вот аж на все здание и все это абсолютно одинаковые повторяется то уже мне кажется этого многовато но и тем не менее тем не менее вот смотрите существует нижний уровень какой бы он ни был он конечно не иркутский опять же он достаточно декоративно это механический и тем не менее мне нравится подход что все таки нашлись наконец то люди которые начали выполнять простейшие примитивнейшие требования архитектуры городской жилой это делать первые этажи человеческими вот здесь мы это можно наблюдать ну и как я уже сказал достаточно приятное цветовое сочетание для здания которое стоит уже вне контекста исторического иркутска а мы все таки уже находимся не в исторической части иркутска это современная можно сказать постсоветская застройка здесь вот то здесь возможно всякие эксперименты современные конечно конечно ну совсем по большому по гамбургскому счету конечно мне бы хотелось чтобы глядя на любой дом современный или старый тем более или реставрированный мне бы конечно хотелось чтобы люди говорили о это иркутск например да я не знаю узнают ли люди Париж отличают ли вот давайте посмотрим сегодняшние фотографии сегодняшние виды там Парижа, Лондона, Берлина, Нью-Йорка я думаю что мы все равно даже при всей глобализации мы все равно сможем отличить Париж от Нью-Йорка правда же? а сможем ли мы отличить Иркутск от других городов от Новосибирска например да сможем ли мы отличить Иркутск от ну других наших российских городов я сомневаюсь вот в этом проблема а это и есть художественная задача архитектора и архитектуры все-таки найти такую архитектурную какую-то изюминку а это поиск, это творческий поиск и как бы не был хорош, как бы я не хвалил вот это вот здание да я почему поставил за него четверку а не пятерку потому что я еще раз говорю я могу вот так вот сниматься и если бы я сказал что я например там в Новосибирске я например там в Кемерово ну и во всех городах России современной вы бы мне поверили а я в Иркутске Иркутске